Сегодня в Европе начинаются продажи новой модели телефонов iPhone 7. У магазинов огромные очереди, или может быть нет. Попытаемся сейчас это выяснить. В общем, полиция пытается как-то сформировать их. Ставят отряды, перекрывают лентами. В общем, сейчас прямо вот посмотрим своими глазами, что я вам сейчас рассказал. Наталья Гончарова уже около одного, я как понимаю, Apple Store. И какие-то люди сзади, за тобой, Наталья. Кто они и что они хотят? Рассказывай. Да, Алексей, я приветствую тебя. Ну что ж, действительно, еще за несколько часов до выхода iPhone уже здесь такой, можно сказать, ажиотаж на улице. Вот вы можете видеть, что подошла группа людей. Сейчас в магазин узнают, когда откроют iPhone. Вот сотрудники контролируют весь этот процесс. И самое забавное, сейчас мы вам покажем картинку изнутри магазина. Сотрудники непосредственно компании Apple с ужасом, можно сказать, наблюдают за тем, что происходит здесь. Поскольку они не ожидали, что сегодня уже там буквально за 3-4 часа придет сюда столько людей. А ведь открыта уже электронная очередь. То есть, чтобы получить iPhone, сидеть здесь абсолютно не обязательно. Но я могу сказать вам, что здесь на Курфюрстен Даме вполне ожидаема очередь за новым продуктом. Apple в этом году состоит преимущественно из наших соотечественников. Но действительно, внимание к новому продукту Apple в России гораздо больше, чем в Европе. Любят русские iPhone. И действительно, когда попадаешь сюда, такое ощущение, что в Москве находишься, поскольку абсолютно буквально со всех углов слышна русская речь. Ну что ж, вы видите, вот ребята здесь сидят, расположились достаточно комфортно. Вот у них здесь такие стульчики удобные. И, как вы можете угадать, да, это наши соотечественники. Ребят, здравствуйте. Скажите, сколько вы здесь уже находитесь? Сколько ждете-то нового iPhone? С субботы. Это, получается, 10-е число. Да, с 10-го числа. С утра мы здесь уже субботы. А чемодан у вас, то есть, рядом стоит, как, прямо сюда, что ли, принесли? Или как это произошло? Чемодан сейчас принесут как раз из хостеса. Мы оставили его на рецепции, потому что мы уже выселились. И вот ждем как раз предзаказов или живой очереди. Сидим здесь, ждем. А скажите, а палатка-то ваша где? Потому что два дня назад мы здесь были. Вот действительно стояли палатки возле входа. Как, сотрудники магазина с этим пытаются бороться? Или что, куда это все подевалось-то? Да, сотрудники магазина пытаются с этим бороться. Говорят о том, что не будет никакой живой очереди. Поэтому разгоняют и палатки, и всякие живой очереди по максимуму. Но сейчас создается новая живая очередь, поэтому сейчас ничего не понятно. А в принципе палатки были, да. Причем каждый день, начиная с 6-го еще числа. Но сейчас пока их нет. А вот попрошу оператора показать. Вот здесь люди прямо на улице спят, у них вот такие вот кроватки здесь, вы можете видеть, пледиком прикрылись. То есть прямо здесь они ночуют. Так вот главный вопрос, а зачем здесь жить, если очередь-то открылась? Вот говорили люди, которые здесь находятся, это как тусовка какая-то получается или что? Почему они здесь находятся? Конечно, вот есть Хельга, он немец, он здесь просто ежегодно тусуется. Он сам откровенно рассказывает о том, что это круто, это фан, водка, дринкс, пати. Люди приезжают сюда за этим. Ну, конечно, есть маленькая надежда на живую очередь, потому что, естественно, телефонов тогда можно привезти больше, чем по предзаказу. И такой вопрос, интересно мне, вот общались мы с этим немцем, он сидит сам за айфоном, говорит, ему нравится. А вот вы для кого-то покупаете или для себя эти айфоны берете? В Москву везем, в первом. Да, много заказов, много хотят. Ну, конечно, конечно, только в доступности их мало, мы не можем понять, это созданная какая-то якобы проблема от того, что их нет, или действительно их мало? Плюсов говорят, что нету, и плюсы начнутся именно в продаже, именно только с ноября. Да, наушники еще. Наушники, да, то есть в октябре, то есть, грубо говоря, сейчас будут только семерки, именно не плюсы, и то, даже не все черные. Да, то есть, очень сложно с этим. Что ж, девочки, спасибо большое, удачи вам. Ну, кстати, я хочу отметить, что действительно ажиотаж на самом деле очень и очень большой, потому что пытались мы приобрести новый айфон, записаться в очередь, и я могу сказать, что это было сделать невозможно. Зашла я где-то через 10 минут, как открыли вот эту вот регистрацию, и уже все, написали, что все абсолютно закрыто до ноября. Ну, и вот хочу вам показать, ранее, где-то полчаса назад здесь находились такие, можно сказать, ограждения, то есть, вероятно, я думала, что будут как-то контролировать эту очередь, чтобы не было здесь давки, потому что где-то 2,5 часа до открытия магазина, и людей здесь, конечно, будет еще больше. Но от этого, видимо, решили отказаться немцы, и поэтому здесь стали появляться сотрудники секьюрити, которые контролируют ситуацию, видимо, на этом меры безопасности ограничатся. Ну, действительно, в принципе, электронная очередь, и, по идее, все должно быть в этом году спокойнее. Эппл борется с большими очередями. Что ж, интересно, кстати, кто получит айфон все-таки, русский или немец? Алексей, тебе слово. Ну, я там, правда, еще, Наташа, в очереди украинцев вижу, а ты-то собираешься покупать себе сегодня седьмой айфон? И какой, если да? Алексей, хотели мы, хотели приобрести-то новый айфон, хотели 7+, но я говорю, вот, когда зашла на сайт, задержали открытие вот этого вот электронного заказа, зашла я буквально где-то вот через 10 минут, уже вбила все данные, и им написали мне «нет, невозможно». Сделать предзаказ. Все забронировано до ноября. Так что сегодня придется нам смотреть за тем, как другие покупают, ну, а сами мы айфон приобрести, к сожалению, не сможем. Тебе слово. Да, очень жаль, но ты сейчас вот с этими девушками общалась и потом рассказала историю о том, что уже нет продажи, так скажем, этих айфонов, все по предзаказу. И почему-то вспомнились 90-е годы, вот эти кожаные куртки из Турции, золотишко такого, знаете, цвета рыжего. В общем, и сумки такие, называется, мечта купанта. Едут-то для перепродажи, ребята, айфонов в Германии нет. Будем ждать в России. Спасибо Наталье Гончаровой. Как-нибудь эти дни без айфона 7 и 7+, наверное, проживем. Ну, а в Европе сегодня начинаются продажи айфонов седьмой модели.